Приветствую вас, дорогие предприниматели! Меня зовут Светлана Шадрина. Я являюсь консультантом в области стратегического менеджмента и маркетинга и уже 15 лет помогаю бизнесу в его развитии и росте. У меня есть тоже собственная фирма и меня, честно, очень беспокоит ситуация, когда отличная идея, отличное решение для рынка вдруг со временем приходит к тому, что компания исчезает. И для того, чтобы этого не было, я бы хотела с вами обсудить очень важную историю, как контролировать свой бизнес. Инструменты контроля, поверьте, доступны каждому из вас и очень важно, чтобы вы организовали это с самого начала. Почему? Если у вас уже есть собственный бизнес, значит, вы поставили себе цель, вы определились с тем, куда вы идете со своим продуктом, для кого вы его предлагаете, и вам нужно принимать тысячи управленческих решений. Как доставить его, как установить цену на свой продукт, как подобрать персонал и так далее. И чтобы в этих управленческих решениях вы не допустили ошибку, очень важно контролировать многие параметры, которые есть у вас внутри бизнеса. Вы спросите, хорошо, я готов контролировать, как мне это сделать? Конечно, здорово, если информацию вам могут предоставить партнеры, клиенты, конкуренты, что поможет вам принимать более взвешенные управленческие решения. Но чаще всего этого ничего нет. Вы в поле остаетесь один. Соответственно, мы должны посмотреть, а что же вам доступно. Если мы говорим про инструменты контроля, их три большие основные группы. Сейчас вы их увидите на слайде. Это в первую очередь наблюдение. Безусловно, вы можете наблюдать за тем, как работает ваш персонал, кто приходит к вам в магазин, как они себя ведут в процессе покупки, что делают конкуренты, как они выкладывают, например, товар или как они рекламируют свой товар. Все это брать на вооружение, контролировать и в том числе внедрять в собственный бизнес. Вторая группа инструментов – это все, что связано с отчетами. У вас отчеты могут быть ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные, годовые. Некоторые из них вы должны осуществлять по закону. Но мы говорим, в первую очередь, о тех отчетах, которые вы организуете внутри своего бизнеса. И третья ситуация – это инструменты контроля, которые позволяют вам ответить на вопрос, все ли правильно у вас происходит в бизнесе. Это в соответствии тем регламентам, тем стандартам, которые вы сами установили для производства своего продукта. Ну, например, есть технология создания торта, и ваша задача проконтролировать, чтобы именно так этот торт был изготовлен, иначе вы получите неудовлетворительные результаты, не сможете продать этот продукт. Соответственно, все эти три группы вы можете организовать самостоятельно так, как вы их задумаете. Какую же информацию вы всегда можете взять из того, что происходит каждый день? Я остановлюсь на нескольких параметрах, которые, мне кажется, являются ключевыми. И первое, что вы должны научиться делать – это контролировать своего потребителя. Портрет вашего потребителя. Делается это достаточно просто. Предложите вашим клиентам заполнять при покупке небольшую анкету, но которая сделана не по формальным признакам, а которая отвечает интересам вашего бизнеса. Спросите у них ровно то, что позволит дальше вам принимать управленческие решения. В качестве примера одну из таких анкет я вам покажу сейчас на слайде. Вы видите, звучат конкретные вопросы, и явно из анкеты видно, что это для фирмы, которая занимается продажей одежды и продажей товаров, которые сопутствуют, улучшают продажи одежды. Именно так вы должны задавать эти вопросы. После того, как вы стартанули на рынке, вы в первые два месяца собираете эти анкеты, потом делаете перерыв и возвращаетесь к этому примерно через полгода. Для чего? Вы будете контролировать, как меняется образ вашего потребителя. Вполне вероятно, что те, кто были у вас на старте, совершенно не сходятся с портретом тех, кого вы видите через полгода. И это очень важно. Вторая история, тоже очень важная для бизнеса, это средний чек. Как ни странно, но при общении с предпринимателями я задаю вопрос, каков ваш средний чек? И далеко не каждый может ответить на этот вопрос. Хотя, казалось бы, все просто. Возьмите количество ваших покупателей за месяц, разделите ту сумму, которая у вас пришла за месяц на количество этих покупателей, и вы получите информацию о среднем чеке. В качестве примера, как это можно заполнять даже в эксельской форме, вы сейчас увидите на слайде. Итак, для чего мы контролируем средний чек? В первую очередь, для того, чтобы понимать, а каков потенциал роста вашей прибыли. Но представьте, вы знаете, что сейчас при среднем чеке в 600 рублей вы получаете определенную прибыль, но вас она не очень устраивает, вы хотите больше для того, чтобы развивать свой бизнес. Тогда вы ставите себе цель, я хочу больше прибыли, например, на 50 тысяч рублей. Тогда вы легко высчитаете, насколько должен увеличиться ваш средний чек. И поставив эту цель, вы дальше настроите весь свой бизнес под ее достижение. Следующая история. Как ни странно, практически не контролируется нормально. Расходы в бизнесе. Да-да. Особенно маленькие предприниматели, социальные предприниматели часто упускают историю с накоплением данных о всех своих расходах. Отмечают чаще всего основные аренда, коммунальные услуги, услуги рекламы, услуги по закупу каких-то товаров, но различные мелкие детали упускают. И в этом случае они не могут себе ответить на вопрос, почему же у них нет до сих пор чистой прибыли. Это именно потому, что вы не контролируете историю всех ваших расходов. Заведите себе эту ситуацию в тетради, опять же в экселевском файле, без разницы. Просто нужно настроить свой бизнес так, чтобы эта информация собиралась. И раз в месяц распределяйте эти расходы по двум группам. Первая группа расходов – это те, которые вам нужно нести независимо от того, продаете вы что-то или нет. Ну, например, та же самая аренда, вы должны заплатить независимо от того, удалось вам что-то продать или нет. А вторая группа – это те расходы, которые вам приходится нести именно потому, что вы создаете свой продукт. Ну, например, у вас пекарня, и вы делаете потрясающие пирожные. Вам для них нужна упаковка, первичное сырье, красивая наклейка и много других компонентов. Соответственно, вот эти расходы будут входить в эту группу. Для чего это нужно, опять же? Вы всегда будете понимать, каков объем тех расходов, которые вам нужно покрыть, независимо от того, что происходит с продажами ваших товаров. Это тот неприкосновенный запас финансовых средств, который у вас должен быть. Ну и, соответственно, вторая история помогает вам понять, а какая должна быть цена на ваш продукт, чтобы окупать эти расходы. Следующее, что я обязательно рекомендую контролировать – это ситуацию с тем, когда покупают ваш товар. Мы знаем, что есть сезон из спроса, но если вы не зафиксируете, когда же покупают ваш товар, вы не сможете понять, есть она у вас или нет, каков сезон для вашего товара. Причем очень важно может быть даже не просто неделя, месяц, когда приобретается товар. Возможно, даже стоит обратить внимание на то, в какое время покупают ваш продукт. Тогда вы будете планировать и рабочий график, будете понимать, когда нужно выставить товар, чтобы он был свежим, будете понимать, когда запускать рекламу и много других, опять же, управленческих решений. Следующая история. Мы сегодня говорим о том, что многие дают скидки на свой продукт. И вот здесь, к сожалению, не всегда правильно назначается скидка на товар. Для того, чтобы понять, вообще надо ли было делать скидку и работает ли она, опять же, нужно вводить контроль. Каким образом? Вы должны сравнить, сколько у вас покупало без скидок и кто и в каком количестве у вас покупает товар при наличии скидок. Вполне вероятно, что те же самые потребители пришли к вам и купили ровно столько же, но только со скидкой. Вопрос. Для чего вы даете эту скидку? Это же ваши прямые убытки. Соответственно, если скидка не стимулирует увеличение спроса, к вам не приходят новые клиенты или старые не покупают в большем количестве, убирайте скидки. Именно контролируя эту ситуацию, вы ответите, опять же, на вопрос, что делать вам со своим бизнесом. И еще один тоже очень важный момент для того, чтобы ваш бизнес быстро не свернулся и ваша идея успешно развивалась на рынке, это то, насколько было эффективным вложение средств в рекламу. Сегодня очень много рекламных предложений. Вам предлагают разместить свои сообщения и в Инстаграм, и в ВКонтакте, и в ТикТок, и на телевидении, и на радио. Это все здорово. Но вы для себя должны ответить на вопрос, а что вы получили после рекламы? Был ли эффект после того, как вы запустили рекламную кампанию? Значит, опять же, вы должны проконтролировать, сколько у вас было продаж и клиентов до того, как была запущена рекламная кампания, и сколько продаж и клиентов у вас стало после того, как запустилась рекламная кампания. Если у вас этой информации не будет, вы будете тратить деньги впустую. Вы будете действовать интуитивно. А поверьте, ваших средств на такие интуитивные решения надолго не хватит. Соответственно, к чему я призываю? Конечно, это далеко не полный список того, что можно контролировать в бизнесе. Но тем не менее, если вы будете знать, кто ваш потребитель, как он меняется, каковы его желания, каков его средний чек, куда у вас уходят деньги в вашем бизнесе, то есть ваши расходы, эффективна ли реклама, которую вы даете, и те средства, которые вы направили, когда покупают ваш товар, нужны ли скидки. Если вы будете все это контролировать, поверьте, ваш бизнес будет развиваться гораздо быстрее и успешнее, потому что вы будете управлять всем процессом. В первую очередь, я вам, конечно же, желаю, чтобы ваша замечательная идея была востребована на рынке, а ваши грамотные управленческие решения привели к тому, чтобы вы достигли своих миллионов. Успехов вам в бизнесе развития!